Всем привет! Позади меня стадион Нижний Новгород, в городе Нижний Новгород, который строили здесь, к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Частично чемпионат мира был здесь, и сейчас я отправляюсь туда на экскурсию. Помню, в 2018 году в городе было столько туристов, не только со всей России, но и иностранных. И мне повезло, я тоже была здесь, на 1-8 финала, на матче между Данией и Хорватией. Как помню, Хорваты тогда по пенальти выиграли и прошли в 1-4. Это было волшебное время. Матч Хорватия-Дания, все идут с флагами и символикой России. Камеры кругом снимают какие-то. А первого городского тут нет? Потому что он не успел получить аккредитацию. Матч Хорватия-Дания Матч Хорватия-Дания Забивака-Символ чемпионата мира 2018 по футболу. По городу их убрали, но стадион не остался. По кругу у стадиона 88 вот таких столбов, которые держат конструкцию. Нас сейчас поведут в зал пресс-конференции. Первыми, кто всегда перед всеми матчами приезжает на стадион, это журналисты. Нужно подготовиться. Во-первых, занять хорошую точку, чтобы снимать. Ну и во-вторых, конечно, задать интересующие вопросы. Но сейчас мы посмотрим, как выглядит зал для пресс-конференций. Вот специальный вход для СМИ. Сегодня СМИ — это мы. Ого! Вот это прикольно! Я ожидала, что зал будет чуть побольше. Какой-то маленький. Зал для пресс-конференций служит не только залом или пресс-конференций. Всегда перед началом матчей. Здесь проходят такие совещания. Решаются, как пойдет матч, во сколько должны приехать пожарные машины, скорые машины. Выбирается форма, в которой будут играть команды. И после того, как она выбрана, здесь она представляется. И больше ее уже менять нельзя. Так что вот, для СМИ здесь еще. А нас ведут в святую святых в раздевалке. Ого! Это мы в раздевалке. Сборная по РНН по футболу. Жаль, я никого не знаю. Я знаю лишь баскетболистов. Кто тебе нравится? Куда сядем? Выбрали места. Тут две раздевалки. Домашние и гостевалки. И они находятся в разных крылах, потому что команды не должны пересекаться. Так же команды переезжают по отдельности в разное время. Сейчас быстренько покажу вам раздевалку. Здесь вот у каждого свои шкафчики. Им дают по два полотенца. Вот это стол. В перерывах между матчем здесь обсуждаются какие-то моменты. А после здесь накрывают стол, чтобы можно было кушать. А потом быстренько так вот рукой и хоп! И все в мусор. Это нужно для того, чтобы спортсмены быстро-быстро набрали нужные наглеводы. Потому что во время матча они теряют много калорий. И тут в основном пицца всякие. Злаковые батончики. Также тут есть массажный кабинет. Здесь тем, кое-что какие-то травмы делают массаж. Разминку перед мальчем. Кардиозона, чтобы они смогли размяться. Также, конечно же, есть душевая комната. Умывалки. Это душ для бутс. Чтобы в перерыве они могли смыть всю грязь. Сюда вот они ставят. И щёточкой быстренько моют. У нас туалет. Кабинки и писсуары. И в той части у нас душевые. Вот такие вот. Конечно же, отдельного внимания служит комната главного тренера. Вот она вот такая вот. Тоже холодильнички есть. Видимо, для охлаждения каких-то напитков. В душе стояли большие такие белые контейнеры. И это дона для льда. Очень часто спортсмены получают какие-то травмы во время игр. И после матча они, например, травмированную ногу опускают в этот таз со льдом. С ним становится легче уже после этого. После того, как они подержали травмированную часть тела в льду. И мы же делаем какие-то процедуры. Спреи, уколы и так далее. А мы идем в тренировочную место, где тренируется команда. Во время 2018 года, когда играли сборная Панама и Англии, ну, всех же нужно покормить после матча. Закрыть углеводный обмен и панамцев, сборной, их ассистентов. Их было настолько много, что в раздевалке не хватило места всех покормить. Поэтому, в прямом смысле, вот здесь, в тренировочной комнате, накрывали поляну. И сборная Панамы трапезничала. А мы идем в сердце стадиона на поле. Такие коридоры, такие катакомбы, мне кажется, можно запутаться. Еще на весь стадион, где больше тысячи разных помещений, всего четыре ключника. Когда поступает заявка открыть какое-то помещение, ключник, который ответственный за ключ от этого помещения, спускается, открывает дверь, назначает ответственного человека, который будет хранить вот этот ключ от открытой двери, и далее он должен будет его сдать. В общем, так интересно. А мы выходим уже куда-то на улицу, на стадион. Прикольно увидеть с этой стороны. Сейчас откроют заборчик. Вот, да, кстати, получается отсюда откуда-то команда выходит. Вот сюда и на поле. Ну а сейчас я все покажу. На поле, на само на мое нельзя заходить. Мы будем только на такой красной зоне стоять. Такой масштаб. Какое масштаб. Посмотр�! ave и прав. Внутри… Вон зона Б, там мы сидели во время чемпионата мира. Форма крыши, неправильный овал, 139 метров в диаметре. Тут нет опор, козырек как бы парит над полем. Это очень сложный инженерный проект. Так как здесь крыша открыта, матчи проходят в любую погоду поле с подогревом, чтобы было комфортно. 2 марта будет уже первый матч, и чтобы побыстрее тут все нагрелось, подогрев будет включен не только снизу, но и сверху. Только я не поняла. Наверное, вот из этих белых штук, в общем, тут сверху и снизу подогревается. Мы сейчас пойдем на второй этаж, куда-то что-то на середине черепон. Мы попали в какое-то помещение. Но нас ведут куда-то дальше. Вип-зона для вип-гостей. Тут вип-рестораны во время матча. И сейчас сборная футбола по Рейнольдам сюда после матча выпускают двух игроков, которых можно после матча взять автограф и с ними сфотографироваться. Такая автограф-сессия проходит. Стадион стоит на стрелке. Место слияния двух рек Волга и Ака. Здесь есть подземные воды. Поэтому, чтобы ничего плохого не случилось, когда будет паводок весенний, когда какие-то зоны затопятся, стадион построен из более 50 отдельных таких строений, которые швами между собой соединены в одну конструкцию. Это позволяет не шататься, не ломаться. То есть, если какая-то зона затоплена, не пойдет по зданию никаких трещин, не будет она опускаться, подниматься, плавать. Все стабильно. Эти швы держат друг друга. В общем, все продумано идеально и до мелочей. А мы идем куда? Вип-зон. Мы попали в вип-ложу. Здесь таких всего 45. Если вы хотите посмотреть матч в идеальных условиях. отдельно это всех, то только на третьем и четвертом этаже есть вип-ложа. Ложа 314. Вот так вот она выглядит. Телевизор. Можно тут смотреть, можно там. Еда, напитки, алкоголь включены в стоимость. Есть билеты в вип-ложу. Тут есть кухня. Тут есть туалет. И также вы можете въехать на собственном авто, на территорию стадиона и припарковать его прямо здесь. Все это в цене билета в вип-ложу. Пусть представить, сколько это стоит. Я прослушала цену. На кого-то 3000, на кого-то 15? Да. В зависимости от команды. Естественно. О, шикардос. Вот такие вот тут места. Можно даже сюда выйти, смотреть. Прозрачные стекла между ложами. Каждая ложа на 15 человек рассчитана. Сюда причем могут покупать билеты болельщики разных команд. А цены сюда варьироваться от 3000 на такие обычные команды до 15 на зенит и выше. Включают уже подогрев, чтобы предоставить ко 2 марта зеленую траву. Вот та зона уже греется. Вон их сколько уже включилось и этот прям стал ярче гореть. Сейчас постепенно включится все. Ну а на этом моменте под названием вип-ложа наша экскурсия подошла к концу. Безумно понравилась. Всем рекомендую. Я нашла случайного нижегородского блогера информацию об этой экскурсии, поэтому не знаю, где еще можно найти. Мы знали, что много интересных моментов. Особенно те, что касались чемпионата мира по футболу в 2017 году. Много интересных моментов, как это строилось. Что здесь сейчас. Это очень интересно. Я в полном восторге. Теперь я хочу привезти сюда на эту экскурсию своего брата, футболиста. Так что я вам всем рекомендую. Вы не забудьте поставить мне лайк. Подписаться на мой канал. Дизлайки ставить мне не нужно. Ну и ждите моих новых видео. С вами была Елизавета Кировская. Пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова